Сегодня в Бресте мы реализуем две акции. Во-первых, мы в торжественной обстановке вручим членские билеты нашим активистам, партийцам из города Бреста. Это пройдет в красивой и торжественной обстановке в горосполкоме города Бреста. И я думаю, что это послужит хорошим знаком, хорошим стимулом для вступления в нашу партию брещан и в целом граждан нашей страны. Во-вторых, и это тоже очень важно, мы начинаем новый партийный проект. Он называется «Партийная школа», и мы его будем проводить на базе Брестского государственного университета имени Пушкина. Суть проекта состоит в том, что мы будем обучать наших партийцев. Ведь партия «Беларусь» — это умная партия, это партия, работающая в том числе и на информационном поле нашей страны, партия, которая принимает участие во всех значимых политических процессах Республики Беларусь. И нам надо обучать наших активистов идеям, которые сейчас значимы для политической жизни. Рассказывать им о современных политических процессах, республиканских и мировых, о работе в информационном поле, о медийном сопровождении партийной деятельности и много других важных задач. Хочу отметить, что это только первый этап проекта «Партийная школа». Мы его начали в первом регионе, на Брещене, но он будет реализовываться во всех регионах нашей страны. Партийцы каждой области города Минска смогут принять участие в этом проекте. И это не значит, что мы проведем вот сейчас осенью и дальше эта работа остановится. Нет, у нас будут следующие этапы, где мы будем постоянно обновлять знания, обновлять идейное содержание нашей работы. Совместная работа председателя партии «Белая Русь» Олега Романова с брестскими коллегами началась в госполкоме. 12 человек из числа управленческой структуры города получили свои партийные билеты. Среди новобранцев и глава города над «Бугом» Сергей Лободинский. Уже на сегодняшний день, как член партии, наверное, нам схожи те подходы и принципы, которые сегодня ставит само государство. В чем оно заключается? Конечно, в любви к родному городу, к отношению к тому, что мы делаем. Это не просто слова, а, наверное, те реальные вещи, которые мы притворяем в жизнь. Это от строительства дорог до строительства детских садов, школ, больниц и тому подобное. Сегодня, наверное, те устои партийные, которые, так скажем, есть в программных документах, диктуют, наверное, нашу жизнь. Надо сплочаться. И именно таким, скажем, партийным движением многие вещи можно решать на уровне страны. Поэтому для нас это очень важно. Я повторюсь, наверное, что проект этот стартует в Бресте, в значимом, наверное, исторически городе, потому что именно западные ворота были всегда опорой и оплотом. Поэтому для нас это очень знаменательно. И сегодня в присутствии председателя белорусской партии «Белая Русь» мы торжественно вручили эти билеты для того, чтобы подчеркнуть значимость этого мероприятия для Бреща. Работа и активное обсуждение векторов развития партии продолжилась в Брестском государственном университете имени Пушкина, где заработал проект «Партийная школа». Это образовательная площадка для актива партии «Белая Русь». Пятидневное обучение включает лекционные занятия от лучших спикеров страны, кандидатов и докторов наука, а также представителей экспертного сообщества. На занятиях рассматриваются политические процессы и механизмы, основы конфликтологии и психологии общения, роль партии в политической системе и жизни нашего государства. На сегодняшний момент выступаю в роли спикера, говоря простыми столами, наверное, в роли преподавателя, поскольку я являюсь кандидатом политических наук, то, конечно же, и тематика моих обучающих курсов будет связана, в первую очередь, с политической реальностью, с теорией политики и, безусловно, с идеологией белорусского государства. На сегодняшний момент мы находимся, скажем так, на завершающей стадии трансформации нашей правовой системы, появляется большое количество изменений в существующее законодательство, и, безусловно, мы четко должны понимать, что это закладывается и накладывает свой отпечаток на то, что мы изменяемся, мы развиваемся. И в данной ситуации все эти изменения, они отражают интересы не просто каких-то отдельных слоев белорусского общества, а всего белорусского народа в целом. И в данном контексте мы будем работать, и с учетом того, что партия «Белая Русь» – это новое политическое образование на политической платформе Республики Беларусь, естественно, эта партия нужна в развитии, она должна выполнять все необходимые функции, в том числе и содействовать мобилизации белорусского общества, содействовать обеспечению безопасности белорусского государства. И, безусловно, она должна наполнить качественной составляющей с точки зрения кадров именно политическую архитектуру Республики Беларусь. Первый набор объединил порядка 30 человек. Следующие партийные школы заработают на базе Витебского и Могилевского университетов. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok